Итак, всем привет, с вами Тургай, и это третья серия прохождения Херцфаран 4 с модом Кайзерайх за Россию. В прошлых сериях мы помогали многим странам добровольцами, позже мы вернули себе часть утерянных территорий, и в этой мы уже готовимся к войне с Германией. На самом деле, пока наша подготовка в основном будет состоять из просто накопления политической власти, чтобы поменять некоторые вещи, но в целом мы будем уже выстраивать какие-то фронты, а параллельно, может быть, немножко поможем Соединенным Штатам Америки в их гражданской войне. Между делом, мы тут получили предложение Альянса от Болгарии, очень, конечно, нам это пригодится в будущем на самом деле, потому что нам нужны какие-то союзники на ЮЕ, потому что в будущем в войне с Германией, когда в Германию пойдут дела плохо, за нее вступится Дунайская Федерация, и Болгария будет очень неплохим притяжением внимания. Тем временем, наша страна, США, очень неплохо насасывает, потому что все войска она решила отвезти в Мексику, сейчас их-то подрезали, и, собственно говоря, вот-вот, мне кажется, они падут. Мы пытаемся им помочь авиацией, но очень мало, я думаю, это поможет уже, потому что авиабаз, где нужно, их нету. А отсюда мы можем покрывать только буквально, вот, защищать столицу. Если мы с этой темой чувствуем, они сразу же капитулируют, отдав столицу в синдикату. Так что пытаемся защищать их как можем. Тут заключаются мирные договоры между Американцем и Союзом. Я так полагаю, они вступили в перемирие, чтобы повоевать Декатом. И это меня очень радует, потому что защищаться с обоих направлений было бы сложно. Не радует меня то, что сейчас МакАртур потеряет нехилучие свои дивизии в Мексике. Но хотя бы на юге здесь чуть-чуть ослабнет давление. А вот этот ивент. Видя, что синдикаты побеждают, они решают вступить в перемирие. Параллельно в Европе началась война между силами третьего интернационала и Антантой. Предполагаю, на самом деле, что Антанта не выдержит долго. Единственное, что спасает немножко, это то, что Испания не синдикалистская. Значит, португали в безопасности. Кроме того, они не смогут никак пройти к Марокко и Франции здесь. Но посмотрим, что будет. Тем временем здесь, конечно, синдикалисты просто громят все. А американцы снова начали драться между собой. Да, я полностью предоставляю синдикалистам свободу действий. На фоне провала наших американцев я решаю, что нам стоит выделить им Линдлис. И постепенно это должно помочь им. Крайне мере на это я надеюсь. Конечно, все доедет не сразу, но сыграть это в свою пользу должно. И вот происходит неприятное. С нами готовится воевать уже Германия. Она собирается напасть сама. Ну, что поделать. Мы будем к этому готовиться. И вот оно началось. Здесь Германия объявляет на войну еще до того, как... А, это трансамурская уже цель. Тогда все останется понятней. В принципе, мы уже готовы. Мы сюда... Мы здесь развернули нашу новую танковую армию. Хотя, конечно, он еще не... Наш генерал не достиг ставки. Еще ему 4 дня. Нашему фельдмаршалу еще 5 дней. Конечно, это займет немножко времени. А, кроме того, самое главное, нам немножко не хватит людских ресурсов. Но это сейчас поменяется. У нас сейчас сработает ивент. Германия вторгается в Россию. Согласен, ужас. А вот, готовится к войне. И вот она, Великая Отечественная война. У нас поднимется призыв. Мы потихоньку заполним наши пробелы. Сразу же мы отправляем всю авиацию... Основную авиацию в Финляндию. У нас где-то еще есть наша добровольческая авиация. Вот она. Ага, она на Дальнем Востоке. Перебрасываем ее, конечно же, сюда. И в Балтику. Попробуем по нашему плану продавить Финляндию, Балтику. А затем, как-то сформировав единый фронт здесь, продавить его в Германию. Кроме того, у нас уже готовая армия на Трансамуре. Потому что Трансамур в один момент тоже захочет получить свою... Балгария предлагает нам помощь. А пока что мы этого делать не будем. Вот, на Трансамур пытаются захватить нас в Дальний Восток. У нас сейчас дивизии доедут. Поговорим с ними силой. Здесь у нас все в порядке. Танковые войска. Наш генерал прибыл. Может, фельдмаршал прибыл. Может, начать наступление. Сразу же покачаем нашему фельдмаршалу. Я вижу, у него есть слот. Включаем ему умение. Здесь у нас, что можно прокачано. Поэтому постепенно наступаем. Домобилизовывается еще у нас население. Падение Денвера. Ну, судя по всему, федералам конец. Синикаты, я думаю, там победят. Да, это все успешно. Продавливается. Пускай придут и возьмут силы. Мы уже практически на позициях. Ну, вот мы и на позициях. Так, обновим всем рейтмобилизацию на всякий случай. Вдруг кто-то не получает нужный. Здесь у нас была армия, которая не была фронта сразу. Мы чуть-чуть решили отдать им территорию. Теперь добавляем ей фронт. Единственное, я ожидаю, что Польша тоже вступит в войну. Так что этот приказ немножко поменяется. Держим пока оборону спокойно. У нас, я так понимаю, что разбомбили аэродром. Да. Отлично. У нас уже появились люди. Можно заряжать их в самолеты. Допустим, у нас вот сюда. Так. Почему здесь 1098? Кто? Болгария. Болгария истребителя. Берите свои истребители, Болгария. Что вы здесь делаете? Вы здесь только мешаете. День истребитель можно сюда перебросить. На крыло. Перестали мы пробивать их бомбардировщиками. Потому что потеряли воздух немного. Но нам психотически просто не хватает авиапаз. Хотя на самом деле хватает. И припедняться. Просто надо сделать вот так. Падение реки. Отлично. Додавливаем их. Танковая войска. Как вы подтягиваете? Давайте вам поставим синий цвет. Чтобы вы уделялись. Можно третью скорость нападения поставить. Точнее третью агрессивность, так сказать. Что-то я не вижу, чтобы они прям вот душили их. Правильно у нас здесь следует технология. Можно вперед времени. Ну вот здесь артиллерия у нас есть не вперед времени. Стоит ее тоже, конечно же, исследовать. Ясненько, почему они взяты. Скоро будут. Отлично. Сколько у нас есть вся поддержка в дивизиях. Вот польская старца объявляет нам войну. Как я и говорил. Жидаемый поворот. Отлично. Здесь делаем вот так. Раздаем трансамур. И перебросим эти войска на запад. Временевцы пытаются пробить под Беларусью. Но мы успешно захватили Балтику. И сейчас начнем давить танками с севера. Правильно можно, конечно, уже попробовать перейти в наступление. Но на самом деле на второй скорости. Чтобы чуть-чуть буквально поаккуратней. Наступление под Беларусью. Вместе с этим. В цемляде уже можно перебросить нашу авиацию. Посмотрим, что мы можем сделать по аэродромам. На самом деле все прекрасно. У нас есть доступные аэродромы. Беларе декапитулируют. Отлично. Нужно добить немецкие войска здесь. Ну или любые другие. Серьезная Германия. И перебросить эту армию сюда. Правильно делаем исследование. На трансамуре. У нас здесь потихоньку все складывается хорошо. У нас, кстати, начинает появляться нехватка горючего. Даже теперь, на то, что у нас сказалось бы его довести, этого не хватает. У меня что-то в Америке. Кстати, все еще живо, но я думаю, не надолго. Поэтому сразу попробуем импортировать у Венесуэлы. То же самое здесь. Стоит прекратить торговать с США. Начинает закупаться, даже не знаю. Почти все варианты это наши противники. Четется, видимо, закупаться как-то вот так. Здесь, слава богу, есть сейчас Сиам и Цельнити. Отлично. Здесь мы сейчас добиваем остатки сопротивления. Здесь у нас опять Орф появляется. Ничего. Мы сначала этой армии добьем здесь. Здесь проходит прекрасно. Танки тоже отлично вбиваются в вражеские земли, чтобы потерять. Давайте посмотрим. Потери прекрасные. Один примерно к пяти. Что не может нас, конечно же, не радовать. Давайте добиваем последний очаг сопротивления. Супер. Теперь давайте вот сюда. Вы отправляетесь и добейтесь здесь сейчас сопротивления. Так, Япония объявляет войну в Германии. Это не может нас не радовать, конечно же. Я замечу, что я не качаю какой-то фокус, потому что мне нужна политическая власть, чтобы заполнять советников. Собственно говоря, пока что все идет хорошо. Более того, мы смогли окружить очень неплохое количество немецких дивизий. Примерно их сорок. Что не может нас не радовать. Ну, здесь, скорее всего, еще и союзники. Хотя, нет, это буквально только немецкие дивизии. Ликвидировав это окружение, конечно, мы лишим их очень неплохой части боевых сил. Но стоит ожидать, что буквально с дня на день Дунайская Федерация также вступит в войну. А значит, нам сейчас нужно побыстрее добивать Трансамуру. Потому что, на самом деле, война-то серьезная. Нам пока очень хорошо. Нам очень хорошо везет. С тем, что у нас везде все получилось. Вот и Трансамур пал. И мы сразу же перебрасываем нашу армию на запад. Итак, мы уже схватили Варшаву себе. Здесь еще немного барахтаются наши войска. Потому что, на удивление, здесь оказалось много сил. Видимо, все подключали подкрепление. А здесь окружение почти ликвидировано. Сейчас эти армии также пойдут на запад. Мы все ждем вступления Австрии. Будто и Польша капитулировала. И немецкие территории буквально открыты для захвата. Мы, конечно же, этим непременно воспользуемся. Где-то, кажется, мы потеряли одну танковую дивизию. Но не страшно. Более того, здесь мы тоже где-то три дивизии потеряли, видимо, вот эти. Они там были окружены и ликвидированы. Ну, тоже не страшно. По сравнению с их потерями наши просто пыль. Уготавливаем сразу армии к Австрии. Мы должны быть непременно готовы. Эта армия все движется. Тоже подходит. А вот и оно. Австрии вступает в Вильдкрик. Так, давайте сразу же укрепим еще вот этой армией фронт. Танками мы постараемся как можно быстрее занять немецкие важные города. Здесь примерно такой же приказ. А затем они пойдут на третьей скоростью. В принципе, можно всем уже поставить третью скоростью. Ну и, в принципе, вроде как все окей. Ну, ребята, тоже можем стадовать приказ, как только вы дойдете. Неприятно, конечно, что они успевают немножко нас откинуть. Потому что у нас еще нет войск на позиции. Ну, ничего. В принципе, это не страшно. А кайзер Вильгейм тем временем скончался. Видимо, он не выдержал падения своей Германии. По воздуху тем временем у нас все достаточно хорошо. Самолетов уже в Германии не остается особо. А еще все никак мы не можем добить эти войска в Прибалтике. Но я думаю, скоро уже это закончится. Вся некоторое время положение на фронте достаточно интересное. Наши танки при поддержке пехоты успешно смогли пробиться на запад и даже взять Берлин. Но помощь от Дональдской Федерации оказалась действительно большой. Они смогли сделать очень серьезный прорыв. Как вы можете видеть, они обрезали нас в Польше. Тем не менее, все равно мы получаем снабжение. А эти войска имеют полноценную боеспособность. Но вот здесь очень большое количество войск просто-напросто окружены. С помощью авиации, конечно, мы все еще можем поддерживать. Но вот-вот они уже сдадут свои позиции. Только если мы здесь не успеем прорваться. На севере этот прорыв доходил еще до конца полностью осветочной Пруссии. Мы смогли его немножко подсократить. Тем не менее, все равно ситуация опасная. Я даже выставил резерв на востоке. Как вы можете видеть, здесь все еще. Ситуация опасная. Здесь мы не можем выставить последний рубеж, потому что наш генерал ранил. Конечно же, он решает в самый нужный момент получить ранение. Но вот на этом генерале мы периодически можем это все еще прижимать. А самое главное, мы можем как-то пытаться помогать авиации. Самое главное, нам, конечно же, нужно подбрасывать по возможности сюда самолеты. Как можете видеть, они периодически спиваются, туда-сюда перелетают. Конечно, это очень мешает. Но с этим можно еще как-то жить. Главное, все еще иметь процессы в воздухе. Болгария мешает нам максимально. Болгария здесь вот, просто долбится в эту провинцию. Но самое главное, они, блядь, занимают наши места на наших аэродромах. Союзник невероятный. Но других нет. Так, вот приближается тот самый момент, когда Германия падет. Уже 89%. Здесь, как вы видите, нас все догоняют. Здесь прорыв вообще вышел из контроля. Но если мы сможем капитализировать Германию, все, в принципе, будет в порядке. Кроме того, у нас, конечно же, опять готовятся резервы. И здесь наша армия попала в окружение. Очень неприятное, между прочим. Как-то попытаться стоит ликвидировать этот прорыв, но это очень сложно будет осуществить. Все-таки Австро-Венгрия поселена такая же, как мы, страна. А здесь вообще-то еще и Германия есть. Хоть и уже в слабом виде. Но все еще очень даже боевая. Поскольку ее основные войска находятся как раз-таки на востоке. А свои территории она успешно сдает нам. 89% нужно здесь подзахватить какие-то важные пункты. Наши танки не пробиваются. Это, конечно же, очень приятно. С авиацией здесь, как обычно, происходят разные накладки. Но в целом потихоньку все идет хорошо. И вот оно. Наши танки входят в Мюнхен. И Германия капитулирует. Ух, а здесь-то неплохое количество немецких войск сейчас пропало. И, как вы можете видеть, создавались неплохие бреши в обороне австрийцев. И здесь также очень много австрийцев из-за этого оказались под окружениями. Половину войны мы уже, можно сказать, пережили. Осталось капитулировать Австрию. А вот и Вена оказалась под контролем русских войск. Так что, я думаю, Дунайской Федерации осталось немного против наших танков и мало что противопоставить. Особенно, когда все войска на востоке. А у нас еще просто куча территорий, которым им нужно захватить. А вот наши войска входят в Будапешт. Можно сказать, вторую столицу Дунайской Федерации. Конечно, наши австрийские войска пытаются как-то сопротивляться, но это все с счет. И вот мы практически победили крах респакта. Понятно, что они проиграли. Ну да. Причем Франция так и не вступила в войну. Хотя она продлилась достаточно долго. А вот и владение Германии. Что ж, я думаю, Сергея, мы точно захватываем. А, ну и в принципе в Кайдзарахе перемирять, работать чуть по-другому. Точнее, хвата стран. Поэтому у нас сейчас будут решения на то, чтобы с этим сделать. Вот с этим мы интегрируем Аллахарду. Кстати, мы можем интегрировать очень много территорий здесь. Ну ладно, в любом случае сейчас нам нужно добить Дунайскую Федерацию. Это вот-вот сейчас произойдет. Добили мы Белорусскую Народную Республику. Сразу же здесь есть, я так понимаю, вот крыльство Литва отдельное. Стоит их сразу же поддобить. Давайте уже ожидаем капитуляции Дунайской Федерации. А вот и оно, падение Киева. Ну, не так, что и страшно. А вот и Дунайская Федерация, теперь часть России. Карта, конечно, выглядит теперь намного приятней. Промышленность наша тоже выглядит очень приятно. Давайте добьем уже Литву. И уже, я думаю, в следующей серии мы решим судьбы этих стран. Вот капитуляция, захватываем все регионы. И прекрасно. Мы полностью победили весь Рейхпакт, а также Дунайскую Федерацию. Следующий у нас на ощупь, конечно же, синдикалисты. Очень грозные противники. Но я чувствую, что после такой суровой войны с Германией и ее союзниками против синдикалистов будет все-таки попроще. Фронт все-таки как-то поприятней. А с вами был Допгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И до новых встреч в следующей серии. Продолжение следует...